Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. То, что вы описываете, конечно, очень сильно напоминает срыв, и срывы бывают. Тут может быть и возрастной кризис, тут может быть и реакция на какое-то событие, тут может быть и тотальная неудовлетворенность, связанная с какими-то событиями. Тут может быть и возрастающая деференциация ваших обязанностей, которые на определенный момент его устраивали, потом представили. Но важно другое, что вы где-то что-то пропустили, где-то что-то проморгали, где-то не услышалось его мужащих, видно, может быть, он не услышал вас, и, соответственно, начали вы, начали вы отдаляться, отдаляться. Поробная проблема, поробная то, что происходит, не является чем-то случайным. То есть вы говорите, что непонятно, что происходит, но для меня это звучит так, что происходит то, что в моей реальности происходить не должно. В конце концов, человек может с возраста меняться, могут меняться его взгляды, могут меняться его предпочтения, приоритеты и так далее. И то, что происходит, вполне может быть этим самым изменением. То, что происходит с вами, вы противитесь этим самым изменениям. Да, безусловно, вы не обязаны их принимать. Да, безусловно, вы можете на них реагировать, ну, если вам не нравится то, что говорит мужчина, то вы можете реагировать соответственно же. Но ведь речь идёт немножко о другом. Речь идёт с одной стороны о том, что вы хотите, чтобы мужчина стал прежним, а как прежним он может быть уже не станет. И с другой стороны, вы говорите, что, а меня-то используют, когда надо, я товарищ, когда не надо, я просто представучая. То есть получается, что вы здесь не отслеживаете свою личную границу. Мне, честно говоря, вот эта вот идея с бандой, она, с одной стороны кажется, хорошая. Что такое банда? Ну, это когда, когда у группы людей, ну, возможно формально считать группой, ну, вот, когда у группы людей есть общая цель. Или общая идея. Проблема в том, что, помимо самой группы, развиваются и те, кто её составляет. Вы и ваш муж. И если, например, вы остались, ну, очевидно, вы остались той же самой. Вот, и как я понял, вы, ну, особо не изменились. Вот. То ваш муж вполне мог измениться. Вот. И здесь мы опять переходим, вот, к тому, что с человеком могли произойти некоторые изменения. Вот. Которые вы отрицают. Вот. 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 Ситуация здесь такая, что нужно делать, на мой взгляд, анализ ваших отношений с мужем. Вот. Если он видит проблемы, то вместе с ними. Если он не видит проблемы, то с вами вместе пока. И коррект, корректировать. Вымять их. Вот. Вовершенная особенность, что человек против сегодня будет. Вовершенная особенность, что у человека человека что-то называется планифло. Вот. Это выглядит так, что очень долго, как бы, терпел. Вот. Вот. А потом, что называется, терпение кончилось. Вот. И такое, к сожалению, бывает. Вот. Очень это неприятная история. Вот. Здесь даже говорить мне еще о истории неприятной. Вот. Ну. Ладно, я стал. То, что вы, в какой-то степени сейчас чувствуете, как уходит из-под ног земля, из-за того, что мощь изменился и вот это вот ощущение, ну вот это вот чувство единства прошло. Я вас хорошо понимал, вот здесь вот и могу сказать только то, что да, нужно, можно и нужно все исправлять. Ну, конечно, если у вас есть такое желание, конечно, если вы хотите это делать, вот, потому что, ну, определенные ресурсы на это вам понадобятся, вне всякого сомнения. Вот. И, в первую очередь, о чем, вот, можно сказать, это, конечно, про то, чтобы человека слышать. Да? Об этом я не могу сказать. Да? Вот. И если вы хотите это делать, то, пожалуйста, уже сидит в влезер. Так. Ну, вы не об этом? Я не об этом. Вот. Ну, вроде. Ну, вроде. Ну, вроде. Да. Это делать придётся по-другому, другим способом, ситуацию не разрешить. И конечно, как вы говорите, помогите разобраться, как бы разобраться, помочь-мочь, именно разобраться. Но для этого нужна информация, а у нас её, как бы, информации-то практически нет. И материала для малого тоже нет. Кроме того, что человек невероятный. Шел давали. Самый слабый. Такая вот пробивная, авторитетная. Вот. Но что-то его не устраивало. Вот. Ну это копилось, копилось, терпел, 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 терпел. А потом, случилось какое-то, какое-то, какое-то событие, случилось в его жизни. Вот видите, как бы, он взорвался. Ладно, другое, что я не знаю, как вы велись до этого, но сейчас вы совершенно точно демонстрируете поведение действительно мамы. То есть меня, там, мой, значит, ребёнок, да, чё-то это скандалит. Он перестал слушаться, помогите мне его вернуть, так сказать, на истинный путь. Ну, не так, не так это работает. Ну, вот. К сожалению. Потому что человек может на, на истинный путь и не вернуться. Человек может устать. Вот. Ценности, как я уже говорил, могут измениться. Вот. И вопрос в том, сможете ли вы принять нового вашего мужа. Нет, я не думаю, что, я вам скажу, я не думаю, что он стал шевинистом. Вот. Ну, я думаю, что он стал шевинистом. Но я думаю, что ему захотелось, а, более, такую, ведущую позицию. А, вот здесь. И он знает, что вы будете против, скорее всего. Вот. И даже, если вы всегда были за, вот. И даже, если сейчас вы за, то ваша самая главная задача Показать человеку, что вы не против, что вы не против. Вот. Что вы не против, что бы он делал то, что хочет. Ну, делать. Вот. Вот. Ну. В рамках, там. Допустим его. В рамках позволенного. В рамках позволенного вам. В рамках. Вот. О-о-о-о. Примерно так. Я думаю, можно ответить на вопрос. Прямо сейчас. О-о-о. Вашего мужа мы не изменим. И честно скажем, мне кажется, что особо это не нужно. Вот. Продемонстрировать. Ваши личные, личные границы и, ну, что. Ну, научить вас. Выстраивать такой конструктивный диалог с человеком, не отрываясь на конфликт, оскорбление и прочее, прочее. Вот. Ну, это можно сделать. Это, в принципе, то, что мы, ну, в чём мы можем вам помочь. Вот. А-а-а, что из этого получится? Ну, покажет только... Время. Особенности. Покажет только опыт. Покажет только... Работа. Непосредственно. Работа. С вами. Вот. Вот. Пожалуй. Так я мог бы вам ответить на ваш вопрос. Что я вам сочувствую? Вы помните правильно. Что я вам сочувствую? А сочувствую в какой ситуации вы оказались для себя. Понимаю, что вам не просто страшно, обидно и больно. И, может быть, это не шаг вам услышать мужа. Сначала. Поэтому, если эти чувства есть, то вы не будете их проявлять. Эти чувства. Вот. Не бойтесь их выражать. Я уверен, что может важно сейчас увидеть вас слабо. Я уверен, что может очень важно увидеть вас слабо. Слабо сейчас. Если вы сможете ему это дать. Вот. Если вы сможете показать своему мужу, что что вы слабые, если вы можете показать своему мужу, что вот я слабый, я не боюсь проявлять свои слова слабые. То он сможет почувствовать себя сильным, он сможет ощутить себя сильным. И, соответственно, это может начать процесс вашего сближения. Об этом нужно говорить, но говорить, конечно, не в Еврусию конфликта. Как обычно, вот у нас, ну, как обычно, нас привыкли. У нас вот, когда какой-то такой конфликт, да, почти всегда, почти всегда у нас это все продолжает в конфликт. Ну, как бы, люди не умерли. Мне очень хорошо развита вот эта вот культура, при которой люди могут свободно общаться, да, как бы. не переходя на конфликт, не переходя на какой-то такой вот негатив от крови. Вот, и, соответственно, это, мне кажется, очень сложно. Вот, конечно, вы большая молодец, что обратились за помощью сейчас. Вот. Вы большая молодец, что хотите решать проблемы. Вот. Но, к сожалению, пока что вы не знаете, что это за проблема. Вот. Вот. И не знаем мы. Соответственно. что у вас. Вааа. Проблема. И пока. Ну, не знаем. Что-то конкретно говорить. На мой взгляд, только-только дискредитировать. Себя, как профессионал, и вредит вам, чего я очень, как вы, я надеюсь, понимаете. Не хотел, не хочу. Вот. А на этом, пожалуй, можно мой ответ закончить. Я буду вам благодарен, когда обратно сейчас по моему ответу вам это позволит начать работу над собой. Ну, если вы заинтересованы. Ой. Конечно. Если вы хотите. Конечно. Вот. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ваша ситуация будет самым лучшим образом разрешена. Надеюсь, что решение ситуации будет. Вот. Надеюсь, что решение ситуации вы найдете. Найдете достаточно быстро. Вот. Ну, а мы вам, мы психологи, в смысле, вам, если такой вопрос станет, всегда готовы помочь всеми нашими способами и стрессами. Вот. Вы, главное, обращайтесь. Главное, не пытайтесь, как-то вот, ну, самостоятельно, да. Вот. Потому что. Мы сейчас делать хуже. Понятно, что иногда лучше сделать что-то в своем, да. Вот. Ну, раз уж вы обратились за помощью к нам, ну, давайте начнем сделать все правильно. Всего вам самого доброго. Доброго. Дальше. Еще раз. И. Будем. Будем. Будем на свете.